здравствуйте почему они врут почему они постоянно врут им так нравится врать сейчас я вам расскажу о моем знакомстве с очередным экспертом по боевому искусству я не хочу делать ему рекламу поэтому не буду называть его имя не буду называть его в канал не буду показывать его фотографию вместо фотографии мы я думаю поставил вот такой рисунок чем похожи все эти эксперты они создают свои каналы в ютюбе с целью не только потешить свое самолюбие и показать какие они мастера боевого искусства но прежде всего заработать деньги деньги зарабатываются не только на просмотрах видео на рекламе но прежде всего это возможность создать свою запутую группу сторонников и уже им предлагать онлайн обучение приглашать их на семинары просить у них денег на развитие канала естественно в таком закрытом сообществе люди подбираются необходимые по состоянию мозга которые не обладают критическим мышлением и не способны сами разобраться что и что а харизматичный лидер вешает им на уши и лапшу и рассказывает все что хочет они ему верят вот так но когда кто-то со стороны приходит и начиная задавать неудобные критические вопросы то ведь тем самым он может нарушить вот эту идеальную картину и лишить этого замечательного автора канала дохода поэтому такого человека который пытается узнать правду его нужно как можно скорее уничтожить умножить на ноль ну для этого существуют различными так вот зашел я на канал такому человеку и слегка его покритиковал с юмором без оскорблений человеку это не понравилось за это он пообещал не думайте создать у себя на канале отдельный плейлист называть его помойка боевых искусств и снимать там ролики про меня выкладывая в эту помойку очень ему нравится слово помойка у этого человека есть такое правило если кто-то его критикует то тот кто его критикуют должен обязательно сразу доказать свое мнение сняв свой собственный ролик так сказать с техникой вот тогда это может быть принято как некая информация к размышлению но если ты не снимаешь немедленно свое видео то тебя сразу называют троллем хейтером и вообще никчемным человеком сразу то есть без всяких я ему сказал конечно что я сейчас не буду снимать но у меня есть некоторые видео которые может посмотреть и рассказать составить впечатления и я даже предложил ему разобрать некоторые мои видео но по такому принципу что в половину экрана ты ставишь меня а в половину экрана ставишь себя и пускай люди сравнивают кто и как делают но человек пошел другим путем он взял то видео которое сам захотел а видео было про работу на манекене и сделал просто запустил мое видео без звука а себя поместил в угол экрана как говорящий лицо ну и естественно стал комментировать так как ему хочется видео получилось достаточно забавным и смешным почему сначала он долго пытался рассуждать о том какие бывают нехорошие тролли и хейтеры и естественно примазывая меня к ним давая мне различные психологические оценки потом он докопался до моего манекена манекен ему не понравился совсем там все было плохо руки не те ноги не те манекен не такой все плохо хотя как мы знаем манекенов ведь очень много и люди придумывая различные манекены для себя для своих целей и задачи как раз для того чтобы отработать какие-то свои упражнения поэтому нет правильных или неправильных манекен есть разные люди ну да ладно и в конце концов он стал критиковать мою работу на манекене по такому принципу посмотрите пожалуйста как неправильно тренируется вот этот человек на что я хочу тоже сказать странно потому что ну во первых надо включить звук оригинальный звук моего видео чтобы понять о чем я снимаю о чем я снимаю этот ролик что я хочу сказать а во вторых ну даже странно поскольку разные манекены разные задачи то и работа на них абсолютно разная нет какой-то одной правильной работы на каком-то одном правильном и хорошем вот так этот человек сам превратился тролля и хейтера почему им так нравится ложь потому что они защищают свои финансовые интересы и отгоняют от своих каналов неудобных для них людей которые могут задавать неудобные для них вопросы вот и вся отгадка отгадка